13 июля 1871, если я не ошибаюсь, года, все верно, не ошибаюсь, в Лондоне, в Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек, и в связи с этим у нас замечательные сегодня гости. Это и организатор выставок Анна Денисенко, и владельцы питомников, и вот хозяева прекрасных, невероятных, красивых котов и кошек, будем знакомиться, Кристина Шикунова, Елена Соколова и Елена Семенова. Девушки, невероятно у вас красивые питомцы, сейчас о каждом будем рассказывать, сначала вопрос к организатору, вообще кто может принимать участие в выставках? В выставках может принимать участие совершенно любой кот, если мы говорим о породистом животном, то это обязательно наличие документов, то есть родословной, если мы говорим о беспородном животном, вот яркий представитель обычного кота из приятеля... Бублик! Бублик! Это беспородное! Это абсолютно беспородное животное, кот, ну не животное, почти член семи человек, вот. Ну, он у нас закрыл уже наивысший титул на выставках. А можно прикоснуться к титулованным? Пожалуйста. Титулованный гуглит. Он будет счастлив. Слушайте, невероятно. То есть это отдельная номинация для беспородных? Это целая отдельная жизнь внутри выставок. Соревнования беспородных животных. Это класс домашних кошек называется. Если эти товарищи породные у нас участвуют каждый в своей группе шерсти, например, вот короткошерстные и короткошерстные будут сравниваться, а мейн-кун пойдет в группе длинношерстных, то домосы, они идут отдельно. Ух ты, прям целый метод. Можно по порядку? Расскажите, как каждую породу нужно готовить к выставке? Да, в чем особенности? Что кошка испытывает, к чему готовится, как ее наряжают? Ну, это порода Деванрек. Вот. Это котенок. Ей только 5 месяцев. И чтобы подготовить к выставке, нас достаточно просто умыть, почистить ушки, подстричь ноготочки, и расчесать нашу короткую, в дальнейшем кучерявую шерсть. Кучерявая будет. А окрас вот только такой или они бывают разные? Окрасы у этой породы бывают совершенно разные. Вот, допустим, любой окрас. Поэтому... А они дружат с другими породами? Да, видите, хотят общаться, идут знакомиться, ничего не боятся, не стесняются. А вот это нормальный вес для котенка, да? То есть они такие вот просто... Подтянутые. Небольшие. Да, порода некрупная, поэтому кошечки такие вот небольшие, приятные. Так, понятно. Коготки, наверное, не особо любят стричь. Или спокойно переносит? Ну, не привыкают, стригут очень спокойно. Угу. Так, понятно. Ушки тоже спокойненько чистят. Помыли, ушки почистили, ноготки подстригли и пошли на выставку. Что вот с этими прекрасными малышами происходит? Происходят абсолютно аналогичные действия. Это котеночек трехмесячный европейской бурмы, лилового окраса, достаточно редкого для этой породы. Действия по подготовке, как и для всех каркасшерстных пород, умыть, причесать и... А с какого возраста уже можно выставлять кошку? Ну, можно выставлять... С трех месяцев? С трех месяцев, да. Уже вот с трех месяцев таких молодых. На выставке мы пускаем, да, только строго с трех месяцев, потому что до трех месяцев они должны вырасти, обзавестись иммунитетом, прививками, ну и воспитанием. А среди котят и взрослых уже особи отдельные номинации? Безусловно. Тогда переходим к взрослым особям и длинным шокам. Я надеюсь, что это не котенок. Это мэн-кун, по-моему, чуть больше года, да? Ему год и два месяца, его зовут Кристалмон Изюм. У нас немножко посложнее подготовка к выставкам. Мы готовимся в шесть этапов. Это сложная помывка, сушка феном, обезжириватель, куча-куча шампуней. Слушай, прям как девушкам, а то и посложнее. Да, как конкурс красоты у нас. У меня один шампунь, все, моешься и нормально. А мэн-куны, они же вообще такие достаточно охотничьи породы, охотничьи или нет? Они очень спокойные. Спокойные. Спокойные? Они спокойные, добрые. Развенчиваем стереотипы. Да, да, конечно. То есть злые и агрессивные, это не про них. Понятно. Ну, представьте, на выставках такое животное будет агрессивным. Они еще больше становятся, или это максимальный размер? Этот котик на данный момент весит 8-700, но он еще подрастет. Я замечаю, что он еще добавляет. Добавляет. Так, хорошо. Вот они такие нарядные, красивые, каждый из своей номинаций. А судьи кто? Расскажите, пожалуйста, кто эти люди? Эксперты – это приглашенные, специально обученные люди, которые годами учатся на то, чтобы иметь право вообще отсуживать животных, потому что на них лежит огромная ответственность определить какие-то недостатки, выявить. Ведь у них есть буквально полторы секунды, там, я не знаю, 15 секунд для того, чтобы просто не взгляд. Кошек смотрят руками. Для нас, для людей, кто более-менее в кошках раздирается, для них посмотреть – это ни о чем. Кошек смотрят исключительно руками, поэтому взяли в руки, быстренько провелись, прощупали все места и вот буквально несколько секунд на то, чтобы определить недостатки. Потому что есть какие-то недостатки, которые просто так обычно невооруженным взглядом не видно, но они граничат с дефектом на запрет, с запретом на разведение. Поэтому потрогали, посмотрели, да, и если что-то есть не то, то, соответственно, ну, слух не сказали, но оценочку не доставили. Не доставили. Да, снизили. Получает кошка, то есть, отметку наивысшую, соответственно, дальше что? Можно ехать на мировой чемпионат? Или как? В разных системах по-разному. В нашей системе можно, не выезжая за пределы одного города, закрыть наивысший титул, но при этом у тебя должна быть очень хорошая конкуренция в твоей породе, в твоем классе, в твоем окрасе, то есть должна быть очень хорошая конкуренция. Если конкуренция маленькая, ты один сам себе приятный, то закрывать будешь очень долго свой титул. Хорошо. А какие документы должны быть у животного, собственно, чтобы принять участие в выставке? И есть ли такое, что подходит к этому, ну, пытается как-то схитрить? Ты пытаешься спросить про нечестные документы? А почему нет? Ага. То есть подделывают ли документы на породистых питомцах? А мы с вами, наверное, ни в одной стране сегодня проснулись. Конечно, подделывают. То есть это даже вот тут, вот на этом уровне, да? Конечно. Породистые животные, это, ну, такой тоже лакомый кусочек для нечестных на руку людей, поэтому, да, есть такие персонажи, кто подделывает. Для выставки нужно только родословную. Если это взрослое животное, если это котенок, то ему достаточно там свидетельства о регистрации, ну, то есть детского документа. И ветеринарный паспорт, это в обязательном порядке, то есть проверяют наличие привилок на выставке, потому что большое скопление животных, все должны быть здоровы, привиты. Здравствуй, котенок. А вот они пошли общаться. Да, да, да. Вот когда они так ходят общаться, они обязательно должны быть привиты к этому моменту. Именно поэтому не раньше трех месяцев. Понятно. Ну, еще такой заключительный вопрос, как организатор, с чего, почему? Как жизнь сложилась, почему вы начали организовать эти выставки? Мне 11 лет назад совершенно случайно подарили породистого котенка. Ну, с этого так случайно все понеслось, я помогла одной милой женщине начать организовывать выставку, потом она на меня это все благополучно сбросила, я сказала, доделывай сама, раз это ты же хотела, доделывай. Я не сама тогда, тогда, конечно, не сама, потому что у меня были очень хорошие друзья, очень приятные люди, замечательные, которым я безумно благодарна. И мы вместе вытащили, сделали первую выставку, а потом втянулись, понравилось, начали делать. И вот уже 10 лет. Да, уже в этом марте мы отметили десятилетие клуба. Прекрасно, удачи во всех выставках. Огромное вам спасибо, что вы сегодня пришли вот так вот восьмером в нашу студию, друзья. Вот видите, действительно, если чего-то очень сильно захотеть, то всегда можно этого достичь. Никуда не переключайтесь, друзья. Продолжается наше замечательное хорошее утро, ну и далее наши юные коллеги, которые чуть крупнее, чем Мейн Кун, продолжат. Шустрики, смотрим.